По сути, на наших глазах рождается армия нового типа. Насколько сильной, боеспособной она будет, во многом зависит от нынешних призывников. Взволнованные в полном обмундировании и полные решимости служить. Они новое пополнение вооруженных сил России. Мотивированное, ответственное, надежное. Опытные офицеры отмечают, молодые стали охотнее идти в армию. В этот осенний призыв мы призываем на службу вооруженной силы 2800 человек. Основная масса наших призывников осенью отправится для прохождения службы за пределы территории Республики Крым. Проходить службы будут в воздушно-десантных войсках, сухопутных войсках, железнодорожных войсках, ракетных войсках стратегического назначения, войсках РХБЗ защиты, войсках Росгвардии. Территория, где проходить будут службы, это начиная от Крымского полуострова и заканчивая Заполярье, Мурманской областью. Кого не спросишь, все хотят в армию. Такое решение принял и 25-летний Кемал Меметов. Работал учителем в Бахчисарае, а теперь будет служить в ракетных войсках. Это было собственное решение Кемала, и он понимает всю ответственность своего выбора. Отправляюсь в город Балагое, Тверская область, насколько я понимаю, РВС, ракетные войска стратегического назначения. Стать военным и чтить слова присяги хочет и Олег Сыровацкий. Получил повестку в армию, собрал сумку и полный вперед. Теперь станет носить голубой берет и считаться элитой армии. Служу я в семье не первый. Дед у меня был подполковником артиллерийский. И вот я, так скажем, по стопам деда пошел. Слезы радости и переживаний. Татьяна Айвазян провожает внука в армию. Уверена, современные призывники полны энтузиазма служить Родине. Мама провожает сына, а я бабушка. Провожаю внука. Это первый раз идет в армию. Мы очень будем ждать. Наша Родина в надежных руках. За окном темно. Впереди далекий путь. На четырех автобусах новобранцы доберутся до военного аэропорта. А затем отправятся на материк представлять Крым в большой армии России. Сегодня 220 призывников со всех уголков Крыма отправляются служить на благо Отечества. Возраст солдат от 18 до 21 года. Они будут служить в рядах ВДВ, ракетных войсках стратегического назначения и сухопутных войсках. Дома остались родные и близкие. Через год они ждут этих парней возмужавшими и повзрослевшими.